Главным итогом сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИИ, которая прошла в ноябре в Египте, стало одобрение проекта нового плана семилетнего развития института на 2024-2030 годы. Этот план, как принят в ОИИ во все времена, даже в самой трудной, носит амбициозный характер. Объединенный институт никогда не понижает планку, а только повышает ее. Я оцениваю результаты этой сессии очень высоко и считаю, что сегодня был заложен главный фундамент в основании следующей семилетки. Вот дискуссии и на финансовом комитете, и особенно на комитете полномочных представителей. Дискуссии не только вокруг научной программы, а дискуссии вообще вокруг архитектуры института, если хотите, потому что мы обсуждали сегодня особый формат участия некоторых стран Словакии, Румынии, Болгарии. И очень важно, что и председателю, и комитету полномочных представителей удалось удержать конфигурацию института в максимально эффективной и продуктивной форме. И, конечно, вот уход трех стран, Украина, Польша и Чехия, это большая грусть, большое сожалению для института, но я уверен, я уверен в том, что сотрудничество между учеными не прекратится. И в том числе то, что мы сегодня обсуждали, те решения, которые мы заложили и в порядок приостановления членства, и в порядок формирования следующей семилетки, и новые дополнительные правила финансовые, и структуры бюджета, все эти вещи позволят, я уверен, семье института расшириться и возобновить полноценное сотрудничество с нашими странами-партнерами, и расширить семью института, и начать в двадцать четвертом году семилетку по-настоящему, вот не теряя темпа, не теряя этого темпа, который мы набрали вот в семилетке 20-17-20-23, потому что самое обидное и самое грустное будет это уменьшение производной, изменение производной в сторону меньшего градиента. Вот тот градиент, который мы держим, это наше главное достижение, его надо удержать, и семилетку 20-24-20-30, я даже не сомневаюсь, что мы сделаем еще более блестяще, чем эту, и нам нужна для этого поддержка наших стран-участниц, ассоциированных членов института и стран-партнеров. Что-то мне подсказывает, что она у нас будет. В нашей семье института произошли изменения, эти изменения, когда происходят в семье, они болезненные, тем более они болезненные именно когда происходит в такой огромной организации. И мне кажется, что сегодняшнее наше заседание на самом деле показало способность находить какие-то определенные компромиссы. И эти компромиссы всегда означают, что явления, которые происходят, они не необратимы. То есть есть всегда шанс исправиться, найти какие-то возможные новые варианты решения задач. И как всегда, вот такой кризисный момент, он есть момент, который, с одной стороны, он очень опасен для ситуации кризиса, а с другой стороны, он является тем моментом, в котором может происходить изменения, которые позволят пойти на новую ступень. Мне кажется, вот этот такой момент. И моим приоритетом будет как раз вот возможность нахождения тех путей развития, которые позволили бы институту подняться на новый этап развития своего. На заседании финансового комитета, прошедшего в Египте в преддверии сессии КПП, было рассмотрено исполнение странными участницами ОИИ обязательств по членским взносам, а также представлены обновленные структуры бюджета. Члены комитета полномочных представителей приняли бюджет Объединенного института на 2023 год. Неслучайным местом проведения сессии КПП стал Египет. Эта страна стала полноправным членом института ровно год назад. То, что мы стали полноправными членами Объединенного института ядерных исследований, имеет для нас большое значение, так как научные фруди Египта надеются пользоваться основными установками ОИИИ, и они стали доступны для египетских сотрудников. Мы реализуем, начиная с 2022 года, очень эффективный план выполнения наших задач. Главный среди них – это проект по генетике, изучению генома, радиобиологии. Также мы сейчас концентрируем наше внимание на фундаментальных исследованиях. Есть предложение создать Национальную академию по исследованиям в математике и теоретической физике. Я очень надеюсь, что наше полное членство ВОИ-ЯИ будет поддержкой наших национальных проектов. Ученые из Египта участвуют в исследованиях, проводимых ВОИ-ЯИ по 10 темам проблемно-тематического плана института, включая развитие ускорительных комплексов DRIPS-3 в лаборатории ядерных реакций и NICA в лаборатории физики высоких энергий. Вчера ночью пучок зациркулировал и ускорен уже в нуклатроне. Пучок тяжелых ядер ксенона 54-й зарядности с интенсивностью более чем 4 на 10 восьмой зарядов. Такого не было никогда в истории нашего института, в истории нашей лаборатории. Это примерно на два порядка выше, чем те цифры, которые были на предыдущем нашем комплексе. Это, конечно, демонстрирует потрясающую готовность ускорительного комплекса к работе на эксперименты на фиксированной мишени и на будущем коллайдере. В конце следующего года мы начинаем включать весь комплекс с пучком кольцо коллайдера. И я думаю, что в течение нескольких месяцев нам удастся заставить пучок циркулировать, ускориться и сталкиваться в точке встречи, где установлен детектор MPD. И, соответственно, первая физика, первые сигналы, экспериментальные данные входят вот в эту задачу. Второй элемент семилетки – это фабрика сверхтяжелых элементов и вообще в целом расширение мирового уровня программы лаборатории Минифлёрова. Фабрика введена в эксплуатацию в 2020 году, вышла на проектные параметры и 2021-2022 годы, как вы прекрасно знаете, посвящены экспериментальной программе. Фабрика работает 6-7 месяцев в году и уже сейчас по своим характеристикам, а главная характеристика эффективности работы – это фактически статистика по синтезу сверхтяжелых элементов и полученных цепочек распада. Вот сейчас уже фабрика по производительности опережает в десятки раз ближайших своих конкурентов. Это Соединённые Штаты Америки, это Рикин в Японии и Дармштадт. Проект Байкал начал выдавать первую науку, первые экспериментальные данные, я сегодня уже об этом говорил. Эффективный объём достиг половины кубического километра и мы планируем в следующем году добавить ещё два кластера. В кофе-брейке состоится презентация нашей новой системы. Если, уважаемые полномочные, вы помните, в своей предвыборной программе я предложил инициативу DigitalGener, то есть создание цифровой экосистемы института, где не только административные процессы были бы оцифрованы и зашиты, но и возможность личного кабинета для каждого сотрудника, возможность работы всех административных подразделений и лабораторий в этой системе, то есть общее облако данных, плюс, конечно, использовать эту систему и для научных целей, то есть для доступа к хранению, анализу научных экспериментальных данных. Вот такая экосистема, ну, прообраз пока создан, это первые шаги, команда ЛИДА это с успехом реализовала. Мы планируем ее в ближайшие дни запустить уже в опытную эксплуатацию для всех пользователей. Что касается международного сотрудничества, идет работа, направленная на более активное участие в УИЯИ, Китайской Народной Республике, Мексике, Израиле, а также Бразилии, Индии, Южной Корее и других стран. Объединенный институт привлекает своей научно-исследовательской инфраструктурой. Итог текущей семилетки заключается в том, что в таком условном списке ОСР крупных мировых исследовательских инфраструктур, коих 40 в этом списке, вот 4 из них это наши крупные установки. То есть вот в общем мировом ландшафте мы присутствуем 10% наш центр, и это очень хорошо, это есть достижение, ну вот, благодаря такому активному развитию нашей экспериментальной базы. Говоря о международных кооперациях, Академия Григория Трубников отметил развитие совместных работ с Египтом. Над этим активно работает Координационный комитет по сотрудничеству Арабской Республики Египет с Объединенным институтом ядерных исследований. Заседание этого комитета прошло в рамках Комитета полномочных представителей. При обсуждении стратегических задач внимание уделялось развитию сотрудничества не только Египта с Оияей, но и в целом региона Ближнего Востока и Северной Африки. Президент Академии научных исследований технологий Египта Махмуд Сакр отметил, «Наша встреча в Египте – историческая веха. Яркий пример того, как на деле работает девиз института «Наука сближает народы». Редактор субтитров А.Семкин»